Немного машинных видов на 5-ю авеню Питтсбурга. Как вы видите, весьма впечатляющая застройка. Извините за трясущиеся ручки, конечно. Представим, что Питтсбург качается на волнах эфира. И эфира, естественно, который здесь очень сильно представлен. Немного какой город третьей линии США может похвастаться такими зданиями и их изобилием. Мне повезло с русскоговорящим водителем. И он даже согласился ответить на некоторые вопросы. Он живет в Питтсбурге, а до этого, как вы сказали, жили в Мэриленде, я прав? Да. А почему сменили его на Питтсбург? Обычно люди делают наоборот. Вроде как в Мэриленде больше денег и возможностей, особенно в Ди Си. Вы знаете, у меня с Россией здесь друзья, с Узбекистана, с Казахстана. Ну, из-за этого я переехал в Питтсбург с Мэриленда. То есть причина это быть поближе к друзьям? Да. Я понял. А по деньгам здесь действительно хуже, чем в Мэриленде, как все говорят? Я, честно говоря, я сам. Нет, я не заметил. Понятно, а в Мэриленде вы работали в Убере? Да, работал. И в итоге доходы здесь и в Мэриленде примерно одинаковые? Примерно одинаковые, да. Ну, отлично. И сколько вы уже живете в Питтсбурге? Почти уже два года. Какие здесь минусы, на ваш взгляд? Минусы? Да. В этом городе, в Питтсбурге. Только погода. Зимой. Зимой. А летом, осенью, весной все нормально, и с погодой в том числе. Просто это... Много снега здесь зимой. Точа. Я, кстати, никогда не встречал в Питтсбурге никого из русскоговорящих. Обычно здесь европейцы Италии представлены. Вот. А вы сказали, что у вас много достаточно знакомых и друзей. Да. То есть здесь все-таки большое скрытое комьюнити. Да, есть. С бывшего СССР. Да, есть. Узбеки, в Гринсрии. Понятно. Типа, да. А сколько вы всего в США живете? Времени? Уже 4. 4 года? Да, 4 года. Понятно. И есть ли минусы в целом жизни в США, на ваш взгляд, или одни только плюсы? Ну, везде есть свои минусы и свои плюсы, да. Очевидно, да. Ну, а какие вот для вас минусы в США? Что, например, в Узбекистане или в России было лучше, чем здесь? Например, мне здесь трудно спичь. Я только халяль не ем. Я мусульманин. Понятно. Вот это у меня... У меня... С халяльным блюдом у меня немножко проблемы найти. Ну, есть, но не очень так много, понимаете? Наверное, этого больше в Нью-Йорке, я прав? Халяльные блюда? Да, да, да. Больше в Нью-Йорке. А как вы считаете, сколько достаточно зарабатывать в месяц, чтобы вольготно жить в Питтбурге? Вы имеете в виду минимум? Ну, да. В неделе минимум тысяча. Соответственно, четыре тысячи долларов нужно. Да. Может быть, нескромный вопрос, а вы работаете только в Uber или у вас еще есть работа, кроме этой? Я работаю в айфон компанией, компанией в айфон. Ааа. Это у меня парт-тайм джоб является. Я понял. То есть на обычной работе вы примерно работаете пять дней, а в Uber на выходных? Да, типа да. Сказу всегда меняется. Иногда четыре дня, иногда пять дней. Но, ааа, не было бы выгоднее просто уйти с обычной работы и работать только в Uber или? Не было бы выгодно? Да. Было бы выгодно. Uber тоже ничего, нормально. Сам себя хозяин. Когда хочешь, тогда и будешь работать. Ну, ааа, то есть, если работать только в Uber, то можно сделать примерно четыре тысячи в месяц? Можно, только надо где-то в день в Питсбурге, я имею в виду в Питсбурге, это в среднем 10-12 часов надо работать. Понятно. Ладно, мы уже подъезжаем. Спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. И счастливо. Даунтаун Питсбурга ночью. Кого-то он мне напоминает. Естественно, его старшего брата. Нью-Йорк, Манхэттен. Спасибо. Спасибо.